добрый день наши подписчики добрый день моя дорогая подружка германия сегодня я вышла покататься на лыжах советском районе рядом с домами есть прекрасные рощи прекрасные сосновые леса вот роща вам уже показываю вот за моей спиной березовые рощи а если я повернусь показываю вам сосновый лес видно вам сосновый лес вот погода стоит шикарная где-то 4 5 градусов мороза совершенно не чувствуется хочется покататься пару часиков подышать воздухом заняться как я и говорила движением движение это жизнь можно кушать питаться но в то же время надо двигаться если ты двигаешься ты никогда не будешь очень толстым вот это мой ответ моей подружки и все-таки я буду есть но я буду двигаться интенсивно час-два и думаю что мой вес не будет превышать какие-то такие немыслимые параметры ну что же сейчас я вам покажу природу где я буду кататься то мы же буду подключаться периодически чтобы с вами поболтать кто-то там катается даже на электрических каких-то санях я вижу круто у народа все больше и больше спортивного инвентаря молодцы так вот это роща я показываю вот лыжня 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 по которой я катаюсь слышите стучит дятел где же ты стучь вон на дереве сидит дятел я не знаю вам видно не видно но тук 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 я помолчу давай же стучи дятел я тебя вижу вот я думаю что вы тоже услышали дятла тук 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 так сейчас показываю сосновый лес вот там я буду кататься и вот наша лыжня вон лыжников сегодня очень много в зависимости от возраста и старые молодые дети все все на природе но хочу кстати отметить зима стоит великолепная в январе не очень холодно снега выпало достаточно чтобы кататься на спортивных санях лыжах то есть заниматься активно зимним видом спорта вообще круто все поехало поболтаем попозже вот мои лыжи ботиночки вот мои палочки вот тут я наконец уже сосновом лесочке но он такой не совсем сосновый он как бы смешанный но очень много здесь сосны вот показываю и вот я сейчас сделала небольшую остановочку чтобы с вами поболтать а поболтать я хочу вот мне такая мысль пришла вот сегодня утро прослушала новости наши российские 15 минут по новостям говорили о к виде 19 что все страны везде карантин и в японии и в англии какой-то новый вирус опять обнаружен новый штамп вируса корона вируса и значит европа вся вообще там затихла затухла и в карантине вся сидит никуда не выезжают сидят по домам все закрыто в общем я все это прослушала теперь сейчас катаюсь и думаю а чушь у нас в россии то говорю как же мы так спокойно живем локдаунов нет народ у нас веселиться катается гуляет празднивают свои каникулы новогодние и народ догуливает свои каникулы причем очень используют этот прекрасную погоду все катаются с детьми пожилые смотрю гуляют вообще шикарно конечно люди пользуются таким прекрасным моментом прекрасным зимними деньками вот их что хочу сказать и вот мне такая мысль пришла вот великой отечественной войне тоже я вспоминаю по истории мы проходили европа быстро сдала все свои позиции сдали все свои города страны фашистам а наша россия знаете ли начала воевать воевать до москвы почти немцы дошли но все-таки наши выгнали их из территории россии и дальше погнали европу освободили и вот я думаю может быть на нашей российской народности вообще не страшны ни коронавируса не война мы настолько вот привыкли быть трудной ситуации такой вот побеждать как-то находить выходы я удивляюсь конечно нашей стране удивляюсь менталитету нашей страны что нам не страшно ничего может быть конечно это не есть хорошо в чем-то как говорится дураку закон не писан да европа сейчас вся по законам живет выполняют эти вот все свои предписания по коронавирусу у нас как бы есть конечно предписание там носить маски мыть чаще руки но на этом все и кончается в целом у нас спокойная обстановка в плане болезни хотя я слышу что люди болеют но не настолько видимо на страшные ситуации либо у нас ну как говорится дураку закон не писано может быть и хорошо иногда быть дураком зато вот это вот иногда нашего такая бесшабашность в чем-то она зато знаете иногда побеждает иногда она дает возможность преодолеть трудности вот такие мысли мне пришли я думаю что наверное народ настолько закален что нас эти коронавирусы уже и не пугают потому что мы много что пережили мы пережили великую отечественную войну мы пережили лихие 90-е все все поколение кто помнит эти лихие 90 но никогда не сможет этого забыть потому что это были очень тяжелые годы для нашей страны это было просто великое потрясение очень много конечно народу полегло погибло но тем не менее страна поднялась и вот поэтому сейчас и сейчас тоже во время вот этой вот всемировой пандемии мы мы все-таки как-то реагируем немножко более спокойно опять-таки живем продолжаем радоваться жизни и потихонечку конечно преодолеваем боремся да мы теряем может быть родных своих кто-то болеет кто-то даже умирает от этих болезней но жизни жизни она берет свое умом россию не понять в россию можно только верить лыжника сегодня такое количество лыжников столько народу катается так здорово я иногда помню в прошлые годы каталась и было морозные денечки и видим это были уже не праздники но так немножечко жутковатенько было иногда по лесу катишься ни одного лыжника не встретишь и так знаете ли казалось ой 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 как бы не встретить кого-нибудь опасного а сегодня конечно такого нет сегодня такой денек очень много народу даже слишком много народу иногда даже приходится выступать на лыжне лесу конечно слышны всякие шумы тут и гайте вороны горкаркают и дятлы стучат и семечки воробишки поют чирикают вообще здорово так что это здоровый образ жизни это залог залог хорошего настроения залог я считаю долгожительство даже можно так сказать смело подруга в германии у них вот нет такой земли когда у нас минус 5 у них очень за частенько плюс 10 снег там очень редкое явление и поэтому конечно она очень-очень скучает по зиме как она мне говорила я думаю что она сегодня присоединилась бы к моему катанию но к сожалению она далеко в германии заканчивается моя поездка покаталась в принципе два часа нормально очень даже взбодрилась хорошо погодка теплая не замерзла вообще классно еду домой еду домой потихоньку пока доеду еще минут 20 пройдет так что вклад в копилочку здоровья всем рекомендую подружка моя тоже активно гуляй с коляской хотя бы пока у тебя еще ребенок маленький ежедневно выходи на прогулку движение это жизнь подпишитесь на канал если вы еще не подписались алло подруга россия не европа я думаю что вам будет с нами интересно мы рассказываем и я россии и я европе иногда сравниваем иногда в пользу россии получается сравнение а иногда в пользу европы а вообще жить хорошо там где ты счастлив ты можешь быть счастлив даже в маленьком городке ты можешь быть счастлив маленькой деревне а может быть большом мегаполисе а может быть в африке а может быть в америке в россии поэтому счастье наше она внутри вот порой говорят о в россии плохо жить россия вымирает вот хочу вам показать что но не вымирает россия до трудно бывает да нелегко но наш народ это уникальный народ вот он строит вот такие дома показываю вам строят коттеджи прекрасный домик если было плохо ради бы люди строили если было бы совсем уж плохо строят новые детские садики прекрасные строят новые школы сейчас я вам покажу тоже очень красивую школу которая в пяти минутах ходьбы от моего дома такая красивая школа это дворец разве плохо в той стране где строят такие школы очень красивая школа 155 раньше это была самая обыкновенная какая-то вообще невзрачненькая школа а сейчас это что-то прямо дворец очень красиво будьте счастливы до новых встреч в новых видео